Корабельная летопись Николаева берет начало в конце 18-го столетия, когда в месте соединения Ингула и Южного Буга разворачивалось строительство новой верфи. Официальным днем основания Николаевского адмиралтейства считается 27 августа 1789 года. Эта первая судостроительная верфь заложила фундамент не только для будущего индустриального комплекса, но и для самого города. Уже в следующем году со стапелей сошло первое судно – фрегат «Святой Николай», который впоследствии дал название новообразованному городу. Адмиралтейство активно развивалось, и к началу 19-го века Николаев трансформировался в ведущий центр военного кораблестроения Южного региона, где создавались парусные линейные корабли, фрегаты и различные суда для нужд Черноморского флота. К середине 19-го столетия на Николаевских верфях были сконструированы десятки военных парусников. С наступлением эры парового двигателя местное судостроение поднялось на новую высоту. В 1853 году был спущен на воду первый паровой военный корабль «Посфор». Подлинный индустриальный подъем пришелся на рубеж 19-го-20-го веков, когда в городе возникли новые производственные комплексы. В 1895 году было учреждено Общество судостроительных механических и литейных заводов в Николаеве, впоследствии известное как «Завод Наваль» – современный черноморский судостроительный завод. В 1897 году бельгийские инвесторы основали судостроительный завод «Русуд». К началу Первой мировой войны Николаевские предприятия превратились в крупнейший судостроительный комплекс, где конструировались броненосцы, крейсеры, эсмецы и субмарины. Только на мощностях Наваля было создано 9 линкоров и линейных крейсеров – подлинных колоссов той эпохи. После Украинско-советской войны 1917-1923 годов Николаевское судостроение пережило период упадка и восстановления. В 1920-х годах верфи подверглись национализации советским правительствам и последующей реорганизации. На основе прежних предприятий сформировались три ключевых судостроительных гиганта – Черноморский судостроительный завод, судостроительный завод имени 61-го коммунара, судостроительный завод «Океан». В 1930-е годы, в эпоху индустриализации, Николаевские предприятия получили современное оборудование и передовые технологии. За предвоенное десятилетие здесь были сконструированы десятки боевых кораблей, включая знаменитые легкие крейсеры типа «Киров», эсмецы и подводные лодки. Во время Второй мировой войны производственные мощности заводов эвакуировали, а после освобождения города в 1944 году началось восстановление разрушенной инфраструктуры. К началу 1950-х годов Николаевские верфи вновь функционировали на полную мощность. После военной десятилетия стали золотым веком Николаевского судостроения. На трех крупнейших предприятиях города создавались ракетные крейсеры типа «Слава» и «Киров», противолодочные крейсеры-вертолетоносцы типа «Москва» и «Киев», большие противолодочные корабли, десантные суда, траулеры и рыбопромысловые суда, научно-исследовательские платформы, сухогрузы и контейнеровозы, танкеры и газовозы. Особой гордостью николаевских судостроителей являлись тяжелые авианесущие крейсеры проекта «1143 Кричот», среди которых Киев, Минск, Новороссийск и адмирал флота Советского Союза «Горшков», позже проданный Индией и переименованный «Викромадитья». Вершиной николаевского кораблестроения стал тяжелый авианесущий крейсер «Тбилиси», спущенный на воду в 1985 году. Самый крупный военный корабль в истории украинского судостроения. Как вспоминал ветеран Черноморского судостроительного завода, при строительстве авианосца в «Тбилиси» на верфи трудилось свыше 20 тысяч специалистов. Это был автономный комплекс со своими обычаями и династиями. Каждый пятый житель Николаева был связан с судостроительной отраслью. За всю историю Николаевского судостроения с конца XVIII до начала XXI века местные верфи выпустили более тысячи судов различного назначения. Черноморский судостроительный завод занял позицию ведущего предприятия отрасли в Украине и вошел в число крупнейших мировых судостроительных комплексов. Здесь было создано большинство флагманских кораблей военно-морского флота. Завод имени 61-го коммунара фокусировался на конструировании эсминцев, сторожовых кораблей и гражданских судов. Завод «Океан», основанный в 1951 году, преимущественно ориентировался на гражданское судостроение. Танкеры, сухогрузы, контейнеровозы. Николаевские верфи традиционно выделялись инновационными разработками. В 1890-х годах здесь конструировались одни из первых в мире эскадренных броненосцев. В XX веке николаевские специалисты создавали первые в стране ракетные крейсеры и авианесущие корабли. Значительным техническим прорывом стала разработка серии научно-исследовательских судов для изучения мирового океана и космической сферы. В 1970-х годах на Черноморском судостроительном заводе были сконструированы суда космической связи «Космонавт Юрий Гагарин» и «Космонавт Владимир Комаров», оснащенные уникальной аппаратурой для коммуникации с космическими аппаратами. Николаевские предприятия также создали значительную часть океанского рыболовецкого флота. Рыболовные траулеры, плавбазы и рефрижераторы, сконструированные здесь, функционировали во всех акваториях мирового океана. Как вспоминал инженер-конструктор, работавший на Черноморском судостроительном заводе в 1980-х годах, «Мы не просто строили корабли, мы разрабатывали комплексы, способные автономно функционировать в любой точке мирового океана». Наши суда представляли собой миниатюрные города с собственными электростанциями, предприятиями по переработке рыбы, медицинскими комплексами и даже культурно-развлекательными центрами. После распада Советского Союза Николаевское судостроение столкнулось с серьезными трудностями. Разрушение экономических связей, финансовая нестабильность и сокращение государственных заказов привели к значительному снижению производственных объемов. Тем не менее, верфи продолжали функционировать, адаптируясь к новым экономическим реалиям. В 90-е и 2000-е годы николаевские предприятия выполняли как внутренние, так и зарубежные контракты. Среди значимых проектов этого периода — конструирование серии танкеров для европейских заказчиков, создание современных рыболовецких траулеров. За период независимости Украины на николаевских верфях было построено около 50 судов различного назначения, существенно меньше, чем в советскую эпоху, однако демонстрирующих сохранение потенциала отрасли. Судостроение сформировало не только экономический облик, но и культурную идентичность Николаева. Город часто именуют городом Карабелов, и это определение отражает его сущность. За более чем два столетия судостроительные предприятия создали особую городскую среду с уникальными обычаями, профессиональными династиями и специализированными образовательными учреждениями. В городе функционирует музей судостроения и флота, где представлены уникальные экспонаты, иллюстрирующие более чем двухвековую историю отрасли. На постаментах в различных районах установлены якори, корабельные орудия и другие элементы морской атрибутики. Николаевский кораблестроительный институт, сейчас Национальный университет кораблестроения имени адмирала Макарова, основанный в 1920 году, стал ведущим образовательным центром в своей сфере, подготовив тысячи квалифицированных специалистов для судостроительной промышленности. За более чем 230 лет Николаевские верфи прошли колоссальный путь от небольшого адмиралтейства до мощного индустриального комплекса, пережив эпоху парусного флота, индустриальную революцию, две мировые войны и третье полномасштабное вторжение России в Украину. 24 февраля 2022 года, когда Россия начала полномасштабное вторжение на территорию Украины, Николаев оказался среди первых целей ракетных ударов. Взрывы прозвучали и в районе Очаковского порта, разбудив мирный город. Флагман украинских военно-морских сил ВСУ фрегат «Гетман Сагайдачный», проходивший на момент вторжения ремонт в Николаевском порту, был выведен из строя экипажем и корабелами и затоплен, чтобы не достаться противнику. Несмотря на все испытания, Николаевская судостроительная отрасль сохраняет свой производственный потенциал и профессиональные традиции, оставаясь значимой частью мирового судостроения и символом промышленной мощи Украины. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова